Друзья, привет! Если вы собираетесь связать свое будущее с австралийской землей, с австралийским континентом, то дату 26 января вам необходимо запомнить. А именно, это день Австралии. Что это такое и как австралийцы празднуют этот день, вы сможете увидеть в следующем репортаже. Итак, с утра на данное торжество мы выбрались в Сити. Это набережная напротив Opera House. Вообще, день Австралии празднуется около 100 лет. И считается, это дата, когда британский флот высадился на австралийский континент. Это произошло в 1788 году. Народа вообще очень много. Много было туристов. Очень много было всевозможных таких танцевальных площадок, различных сцен. Дальше, в принципе, это можете увидеть. Вот, пожалуйста, полицейские. Полицейские были очень дружелюбные, приветливые. Не знаю, что это люди вот с таком вот размазанным желто-зеленым делом, но их было тоже очень много в этот день. Была такая бесплатная раздача по ПСИ-колу, насколько я помню. Также был такой ларек, где можно было приобрести программу, что в округе происходит. Вообще, в принципе, любой праздник в Австралии делался так, что в самом начале как бы вот такого вот улицы стоит такая палатка Information Center. То есть там вы можете взять брошюрки, где что находится и когда чего будет происходить. А также можете обращать внимание на австралийцев, как они одеты. Вот, пожалуйста, free program. То есть любой желающий может взять, ознакомиться, что к чему. Обратите внимание, как вообще народ одет. Очень много одетых в таких шляпах с австралийскими флагами или австралийские футболки. То есть всячески пытаются подчеркнуть такие вот либо красный-синий, то есть этот цвет флага, либо желто-зеленый. Обычно это выступает австралийская сборная под таких флагов. Здесь дело очень интересное. Это место Рокс, тоже недалеко от Сити. Что там сделать? Там положили как бы искусственный такой газон зеленый и поставили шезлонги, поставили всякие такие пляжные причиналы. То есть каждый желающий мог прийти там отдохнуть. Вот, пожалуйста, муск там же была. Искусственные пальмы. В общем, довольно-таки интересная такая получилась затея. Вот почему я хотел, собственно, именно показать австралийский такой день, а не говорить о нем. Потому что очень тяжело вообще рассказать. Лучше, конечно, увидеть. Но самое лучшее, если бы вы смогли приехать и как бы окунуться в эту атмосферу. Вот, кстати, видите человека в шляпе. Это шляпа как бы национально-официальный головной убор австралийской армии до сих пор отчитается. Так вот, насчет вот этого праздника. То есть в этот день очень хорошо чувствуется такой сплоченный австралийский дух. То есть не только такие, как вот белые люди были одеты в такие вот австралийские символики, но и мусульманы я видел, даже были женщины, вот, в своих там, как бы, паранжали, хиджап называется. И у них тоже главные такие уборы сверху еще были такие шляпки австралийские. Даже и индусы, и китайцы, и темнокожие. То есть практически все пытались, как бы, потерпнуть, что они являются жителем вот этой австралийской земли. Такой вот дух коллективизации, он, в принципе, распространяется на всех. Вот, пожалуйста, еще одна сцена. Там любой мог попробовать себя в качестве караоке-исполнителя. Народа тоже было очень много. Все интересные. Это песня о том, что называется «Египтянам». «Египтянам». Вот, пожалуйста, тоже кто-то делает видеоклип прямо на улице. Вот насчет австралийского духа. Неважно, откуда вы приехали, неважно, какое у вас сфера расповедания, неважно, какое у вас было прошлое, они всех принимают одинаково. Они, то есть, каждому дают шанс влиться в австралийское общество. Что такое австралийское общество? Это жить самому и не мешать другим. Это, кстати, коренные аборигены, то есть, настоящие аборигены, не какие-то там подкрашенные музыканты. Вот. Что считается хорошо и что считается плохо, как бы, в Австралии? То есть, был такой вопрос на форуме. Значит, никто не будет обращать, как вы одеты, никто не будет обращать на то, какая у вас машина или в каком доме вы живете. Вы можете пойти буквально в шортах, рванной футболке, босиком в пути, к вам никто ничего не скажет. Если на какой-то вечеринке вы перебрали и упадете, то вас, скорее всего, пожалеют, скажут, что, ну, вот, не рассчитал. Ну, естественно, что вы не постоянно пьяница. Вот это, кстати, тоже было очень интересное шоу, то есть, сбросили с самолета парашютисты, вот они и складываем, приземлялись. Довольно-таки красочный был зрелищный. Но не принято здесь приставать к девчонкам. Допустим, если вы из машины будете кричать, типа, мол, прыгайте, девчонка, ко мне, это считается very offensive, то есть, очень оскорбительно. Также, если вы будете тыкать на чью-то одежду, допустим, на автомобиль скажете, вот, какой у тебя там развалюха или еще чего, это тоже считается offensive, а австралийцы очень это не... Вот, пожалуйста, посмотрите на разные головные уборы. Очень, кстати, много было с раскрашенными лицами, то есть, не все, естественно, я успевал заснять, но вот некоторые товарищи, некоторые товарищи попадали в кадр. Некоторым может показаться, что вся эта австралийская атрибутика, все эти флаги, все эти футболки, значки и тому подобное, вся эта мазня на лице, это все детские игры, типа, как американцы носятся своими флагами. Ну, со стороны может быть действительно так показаться, но когда ты находишься именно в центре праздника, и как-то, ну, по-другому вообще смотришь на мир, то есть понимаешь, что Австралия такая, как бы, одна большая семья. И на это время забываются все эти разногласия, которые связаны с индулсами, с китайцами или с арабами, особенно когда видишь, что все практически вот эти люди, даже с другой культуры, они все именно тоже пытаются подчеркнуть, что они являются австралийцами. То есть, ну, очень хороший такой день объединения. Он объединяет многие нации, многие народы, многие их расповедания. И видно со стороны, что люди могут существовать в мире согласия. А это уже в парамате, то есть мы на утренние торжества не ходили. Там, кстати, воздушные шары летали с 6 до 10 утра. Вот, а это уже к вечеру дело было в 7 часов, то есть было выступление музыкантов. К большому сожалению, всех развлекалов показать нельзя. Ночем было много развлечений, аттракционов для детей, всякие всевозможные игры, коллективные игры, всякие старые такие забавы, как бросание кольца на шпиль или бросание подкоп и тому подобное. Также австралийцы очень любят вкусно поесть. Кухни были представлены со всего мира. В принципе, это на любом мероприятии австралийском. Есть и азиатская кухня, которая разделяется на китайскую, японскую, вьетнамскую, индонезийскую и тому прочее. Европейская кухня. Есть также и австралийские. Еще очень многие австралийцы любят отмечать этот праздник на пляже, если позволяет погода. Берут с собой эски, затарят его пивом, берут с собой всякие спортивные принадлежности и обычно идут большой компанией, и там устраивают веселье практически на целый день. Это, между прочим, представители аборигенов, те, которые жили здесь, на вот этой, по старейской земле, в Парамате. Это мэр Парамате. Некоторые из наших известных гостей, которые здесь, они мои коллеги-конселеры. Сегодня это обеспечить вам с удовольствием, что эта городка deserves. Мы очень счастливы, что у нас есть прекрасная Джессика Мообой, которая придет в сегодняшний день. И давайте не забыть, что Роккан Сол-Кхоя и Митчелл Андерсон-Банда придет. Вот спрашивали, что такое австралийский язык, что такое австралийская речь, вот, пожалуйста, могли послушать. Вот это Джессика Мообой. Вообще, как вы знаете, я не любитель попсы, то есть я люблю немного иную музыку, но, честно говоря, качество исполнения, качество музыкантов меня просто поразило. Причем она аборигенка. Интересно, когда российская попса сможет дорасти до такого уровня. Редактор субтитров А.Семкин Мообой. Причем она отработала практически полтора часа, активно двигаясь на сцене и ни разу не с фальшиви. И музыканты вообще вызывают только всяческих похвал. Причем в некоторых песнях были использованы такие фишки из ECG, из NXS, чтобы подчеркнуть австралийское происхождение. Ну, естественно, каждый праздник в Австралии заканчивается хорошим салютом. Вот, можете посмотреть. Стреляли из трех разных точек, то есть очень тяжело было сообразить, куда, в какую сторону смотреть, но салют был просто замечательный. Ну, надеюсь, это видео вам понравилось, и, пожалуйста, оставляйте комментарии. И до скорых встреч. Пока.